Безосновательно обвиняя Азербайджан, Армения сама не дает ответов на многие вопросы. На проходящей в Страсбурге летней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЯ, армянская делегация предпринимает очередные попытки подтолкнуть эту структуру к принятию антиазербайджанских решений, уже в который раз Наира Заграбян, Эдмон Марукян и Киа муссируют тему о сотнях так называемых армянских военнопленных в Азербайджане, зверском убийстве 19 из них и других якобы совершаемых Баку преступлениях, а в наказание призывают вести санкции против Азербайджана и его руководства. Таким образом, Армения не только не прекращает попыток очернения Азербайджана в глазах европейского и мирового сообщества, но и явно стремится мотивировать его на оказание действенного давления на Баку. Однако шум, который поднимает ее делегация в ПАСЕ вокруг ложно раскручиваемых вопросов, не сулит Еревану никаких дивидендов, ни в плане решения самих этих вопросов, ни в контексте преодоления жизненно важных проблем, стоящих перед Арменией в построенных условиях. Первая причина тому кроется в абсолютной несостоятельности обвинений, звучащих с армянской стороны в адрес Азербайджана. Проходящие в Баку судебные процессы над так называемыми военнопленными убедительно доказывают, что лица, представляемые Арменией в качестве таковых, являются диверсантами и террористами, заброшенными на территорию Азербайджана уже после завершения войны с целью совершения тяжких преступлений. Те же армянские военнослужащие, которые действительно являлись пленными, вскоре после войны уже были выданы Армении в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Вопиющим обманом являются и сообщения о якобы убийстве 19 задержанных Азербайджаном армян. В подтверждение этой информации не приводится ни одно доказательство, которое впрочем и не нужно армянскому агитпропу. Ведь его целью является не распространение подлинных сведений о создании кровожадного образа азербайджанцев, так сказать, с далеко идущими последствиями. Безосновательно обвиняя Азербайджан, Армения сама не дает ответов на многие вопросы, обращенные к ней еще со времен войны 1991-1994 годов. В частности, до сих пор не раскрывает информацию о свыше четырех тысячах плененных ее вооруженными силами в тот период азербайджанцев. Тогда как целый ряд фактов жестокого обращения с пленными азербайджанцами нашел свое доказательство в ходе судебных процессов над армянскими диверсантами и террористами. Не говоря уже о том, что доказательствами военных преступлений, совершенных армянской армией за 30-летний период оккупации азербайджанских земель, в том числе и по отношению к пленным, являются также массовые захоронения, обнаруживаемые на освобожденных территориях Азербайджана. Так, останки 12 мирных жителей, включая одного ребенка и одного подростка, жертв военной агрессии со стороны Армении, обнаружены в селе Башлыбель Кельбаджарского района. Несомненно, без полного раскрытия военных преступлений Армении за годы оккупации азербайджанских земель невозможно будет добиться комплексного решения гуманитарных проблем в постконфликтном регионе. Равно как дальнейшее мирное обустройство региона немыслимо и без реализации такой чрезвычайно важной задачи, как передача Армении всех имеющихся у нее карт минных полей Азербайджану. Так что Армении, в частности ее делегации в ПАСе, уместно было бы направить свои усилия именно в это, конструктивное, русло. Попытки же пробить через подобные структуры антиазербайджанские санкции лишены какой-либо перспективы. Причем не только в том смысле, что таковые, если даже гипотетически представить их принятие, не возымеют никакого действия на Азербайджан, строго следующий в своей деятельности принципам и нормам международного права. Но и в контексте интересов самой пребывающей в катастрофическом положении Армении. Интересов коим гораздо в большей степени соответствовал бы ее реальный вклад в установление атмосферы доверия в регионе, нежели бесполезной потуги с гнусной целью натравить определенные мировые силы на Азербайджан.